МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Галина Буро. Сегодня в нашем выпуске. Эти ребята активны, полны энергии и творческих планов. В Грудно чествовали молодых специалистов учреждений образования города. Обнаружить преступника по следам ладони теперь стало возможным. В Грудно прошел республиканский семинар по вопросам совершенствования работы с дактилоскопическими учетами. Незапертые двери, огромное количество спальных мест, тараканы, пустые бутылки и жуткие ароматы. В регионе продолжаются рейдовые мероприятия в рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь». На грани сна и реальности. Груднинский художник Александр Васильевич представил свою первую персональную выставку «Бессонница». Какими правами и льготами обладают молодые специалисты и всегда ли они знают о положенных им привилегиях? С 1 сентября в учреждения образования города пришли работать около 190 новоиспеченных педагогов. Насколько для них созданы условия? С какими трудностями сталкиваются молодые сотрудники на своем первом рабочем месте? В этих вопросах в первую очередь разбирается профсоюз. Тема продолжит Алла Внучко. В Гродно чествовали молодых специалистов. В областном центре в этом году первый урок в качестве учителя провели 188 человек. В зале Гродненской городской гимназии собрались те, кто совсем недавно успешно сдал сессии, получили диплом об образовании и приступили к работе. Гурком профсоюза совместно с отделом образования спорта и туризма горысполкома, а также администрации Октябрьского и Ленинского районов города, организовали эту встречу для того, чтобы помочь молодым специалистам разобраться в их правах и гарантиях, определить перспективы профессии учителя, наметить планы на будущее. Единственный возможный путь на сегодняшний день – это установление надбавки для работающих по контракту. На сегодняшний день у нас в городе в 2015 году не стало ни одного пустого контракта. Дни дополнительных отпуска у нас были и прежде, а на сегодняшний день менее 10% надбавки нет ни у одного контракта. Есть ряд категорий, которые получают контракту 30%, это особенно работники дошкольных учреждений, и даже 50%. Таким образом мы стараемся постимулировать те категории работников, но в которых учреждения особенно нуждаются. Среди молодых специалистов больше всего воспитателей дошкольных учреждений – 48 человек. Меньше всего в школы и гимназии города пришло географов, библиотекарей, секретарей и специалистов в области менеджмента – всего по одному человеку. К трудовой деятельности приступило 7 музыкальных работников, 4 педагога-организатора, 25 учителей иностранного языка. Молодые специалисты за неполных 3 месяца работы познакомились с учебным процессом, столкнулись с первыми проблемами. Во-первых, не хватает опыта общения с детьми, потому что как бы на теории это ни выглядело, практика есть практика, это жизнь, дети бывают разные, каждому должен быть свой подход, и бывают каждому поначалу еще трудно найти свой подход. Больше всего это методическая литература, которой не хватает иногда, даже если рассматривать как интернет, то это в основном разработки российских учителей, но белорусская инфраструктура не очень так развита в этом плане. Более всего специалистов приняла средняя школа номер 39 на Ольшанке. В новом учреждении образования после получения диплома приступили к работе по специальности сразу 18 человек. Как оказалось, из 188 молодых сотрудников много талантов. В выставке декоративно-прикладного творчества, которая проходила в рамках мероприятия, свои работы представили сразу 40 человек. В этом году экспертам удалось раскрыть более тысячи преступлений по отпечаткам пальцев, в том числе и недавние квартирные кражи в нашем городе. Метод дактилоскопии – один из старейших в криминалистике, однако именно он является наиболее эффективным. У каждого человека рисунок пальца уникален и неповторим. В Беларуси разработана специальная дактилоскопическая система. Ее и обсуждали сегодня белорусские эксперты во время семинаров Гродно. О плюсах и минусах системы в репортаже Вероники Цыганок. Отпечатки пальцев каждого человека уникальны. Именно поэтому дактилоскопическая экспертиза – один из эффективнейших способов доказать вину преступника. Специалисты в этой области знают, насколько традиционен, надежен и точен этот метод. Поэтому постоянно совершенствуют так называемую ADIS-DACTA-2000 – автоматизированную дактилоскопическую идентификационную систему. Ее последняя модернизация, результаты использования и эффективность в раскрытии преступлений сегодня стали основными вопросами на республиканском семинаре, который прошел на базе Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гродненской области. Целей проведения этого семинара, на мой взгляд, две. Первая цель – это то, что совершенно недавно завершено техническое переоснащение региональных узлов криминалистических учетов, расположенных в областях, что в целом повысило эффективность работы системы, в частности, дактилоскопических учетов, на 25%, благодаря тому, что быстро, качественно, со значительно меньшим количеством ошибок стали обрабатываться и вовлечены в процесс раскрытия преступлений следы ладоней, изымаемых с мест происшествий. И, значит, вторая цель семинара – это обсуждение и практическая реализация в республике поправок в закон о государственной дактилоскопической регистрации, ряд которых был принят за время существования Государственного комитета судебных экспертиз. В республиканском семинаре приняли участие специалисты Центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз Беларуси и начальники подразделений по работе с дактилоскопическими учетами управлений всех областей нашей страны. Обсуждались вопросы, связанные не только с усовершенствованием АДИС, но и нормативные правовые акты в этой области, взаимодействие с правоохранительными органами, проблемные вопросы в использовании системы. В связи с образованием Государственного комитета судебных экспертиз, законодательства республики были внесены изменения по работе со следами, с дактилоскопической информацией. Поэтому на сегодняшнем республиканском семинаре мы хотим обсудить с экспертами республики и проблемные вопросы, которые возникают при постановке следов рук на учеты, при работе с дактилоскопической информацией, хранением, уничтожением данной информации, а также взаимодействии с нашими коллегами из Министерства внутренних дел и других государственных правоохранительных органов. Несмотря на то, что многие считают дактилоскопическую экспертизу устаревшей, ее модернизация позволила повысить эффективность работы системы на 20-25%. Теперь она способна считывать следы не только пальцев, но и всей ладони. Ежегодно белорусскими экспертами с помощью Дакта-2000 устанавливается свыше 12 тысяч совпадений по следам рук. На территории Гродненской области за 10 месяцев текущего года с помощью обновленной системы раскрыто около тысячи преступлений и одной из последних – серия краж из квартиры домов в Гродненской области. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова